разобрал я правую часть моей кухни как и предполагалось это самый трудный участок потому что зона оказалась очень агрессивная мне пришлось очень много шпаклевать как я шпаклевал все заделал дырки расковыривал это я вам не показывал потому что думаю это нужно но тоже как бы наглядно вот хотя бы вот эту часть то есть получается в середине даже вот такая вот я думал разговаривал все думал будет дырка ну не было дырки но пришлось все сначала залить клеем а потом уже шпаклевать ну и кстати а шпаклевки наверно сразу говорю чем я пользуюсь в испании да это для испании ну наверно для и граждан евросоюза хорошо себя зарекомендовала вот это вот фильма называется bsr вот аквапласт и она идет то есть и для керамики швы за заделывать хорошо для дерева всякие дырки там шпаклевать но это вот стандартная между там трещины где то есть очень замечательно самое главное что вот эти вот вот эта фирма на специалист вот в этих делах и настолько качественно все делается что я вам хочу сказать я очень доволен ладно к нашим бараном самая агрессивная среда это где готовится еда я это уже прикрыл и сейчас буду готовить закрывать вот эти вот покрывать вот эти вот стороны тонким алюминием для чего для того чтобы потом еще раз я этот алюминий естественно покрашу но чтобы здесь дерево не портилось то есть будет выглядеть вот таким вот образом сейчас это все приклею я вам покажу уже я все подготовил как вы видите вот ну я начинаю работать так что не забывайте кому нужна хорошая шпаклевка вот это вот фирма а еще хочу сказать очень удобно знаете когда шпаклюешь вот это дерево да то есть шпаклевка идет разных цветов по моему 8 или 9 цветов но мне тут нужен в основном я пользовался белым вот и таким желтоватым сосной типа пина написано сосна то есть как бы цвет сосны да вот так что еще добавлю что пришлось мне повозиться сверху сверху тоже было супер агрессивно все то есть вот этот карниз я конечно его загрунтовал уже мне тоже шпаклевать пришлось но карниз я все равно хорошо не выровнял да ну буду стараться еще наверно буду шпаклевать что-то делать потолок тоже придется немножко расковыренный но буду до конца его ковырять так ладно клеем клеем боковины приклеил я алюминиевую защиту вот он показывает такое художество что-то я укрепил струбцинами а что-то пришлось крепите планками потому что у меня столько струбцин не нашлось как говорится имеем что имеем не вопрос приклеил я алюминиевую защиту на силикон кстати использовал силикон я сика flex 112 прозрачный фирма называется сика в простонародье испанском простонародье называется просто сика они разных цветов там бывают но этот мне нравится он вообще как под прозрачное вообще как стекло застывает просто как стекло очень качественный продукт тоже для реформы и в общем для всего я вам рекомендую эту штуку очень полезно ну что оставляю я это сушиться клеится на сутки хотя можно и раньше там написано но я так делаю вот еще раз напоминаю что вот этой фирмы пользуйтесь со всякими там замазками очень все хорошо ладно будем снимать сейчас покажу вернее сейчас это будет через сутки снял я свое художество и как видите уже помимо того что я снял я уже и покрасил чтоб как-то сократить всю эту тягомотину решил вам показать быстрее вот алюминий уже покрашен в принципе все получилось как я хотел да то есть все вроде бы прошло хорошо тут я немножко все зашпаклевал то есть это защита вроде бы как вписалась до нормально в мебель но дальше буду клеить так что покажу вернее уже красить буду дальше я уже приклеил тут уже в принципе более-менее еще нормально стало тут я еще пошел грунтовкой прошелся три или четыре раза когда все покрашу дальше покажу